всем привет ребята всем добрый вечер мы сегодня с вами в прямом эфире будем рисовать замечательный морской пончик явно называю морской пончик потому что он необычного такого голубого цвета и пока все присоединяются я не отключаю комментарии давайте мы с вами немножечко познакомимся меня зовут полина крутого я преподаю скетчинг и занимаюсь профессиональным скетчингом спиртовыми маркерами и на следующей неделе очень рада вам сообщить у меня стартует курс на платформе дудл и скетч так что очень вас всех зову присоединиться к этому курсу курс будет интересный называется он вдохновленным фильмом завтрак у тиффани я думаю что многие из вас тоже знают этот фильм вот и думаю что многие из вас очень любит и актрису который исполняет главную роль и сам этот фильм его настроение весь этот курс будет вдохновлен как раз этим фильмом очень удобно будет это тем что мы с вами будем использовать не такое большое количество цветов как во многих других курсах требуется то есть у нас будет в основном голубые бирюзовые тона в духе тиффани ментоловые такие красивые и рисовать мы будем всякие приятные интересные вещи такие какие могла бы любить отри хайпер например туфельки коробочки с украшениями всякие интересные женские штучки но помимо того что мы отработаем разные фактуры и порисуем с вами разные интересные девочковые вещи я немножечко еще подробнее расскажу о курсе мы с вами отработаем немножечко построение то есть у меня курс включает теоретическую базу в этой теоретической базе у нас будет отработано построение простейших фигур мы с вами поговорим о светотени и композиции потому что очень многие скетчеры задают мне вопросы а как же ребята нам построить хорошее интересное изображение правильно то есть не просто делать скетч от руки скажем так за пять минут но еще и правильно построить его то есть убедиться в том что он у нас хороший красивый правильно построенный поэтому на курсе мы немножечко поговорим о светотени будем делать тоновый натюрморт вот друзья переверните пожалуйста экран горизонтально мы с вами сегодня будем рисовать в удобном нам горизонтальном формате то есть также как мы с вами будем рисовать на уроках все кто приснился пожалуйста переворачивайте телефон мы будем рисовать горизонтально нам потребуется блокнот скетчбук или нам потребуется просто лист бумаги для маркеров вот подходящий и маркеры тех цветов которые были указаны в посте и про прямой эфир. То есть мы тоже будем использовать голубые и бирюзовые тона, два серых, два бежевых и один коричневый. Вот, ребята, пока я вам рассказала немножечко совсем про курс, еще, ну, возможно, вам интересно узнать про меня. Еще раз, кто только присоединился, меня зовут Полина Крутова. Я преподаю скетчинг спиртовыми маркерами по образованию и художник график. Рисую я иллюстрации в основном. Вот, работаю с довольно такими многими интересными ребятами. Один из моих проектов это рисование на стаканчиках. Если хотите, заходите в мой инстаграм профиль, посмотрите, пожалуйста. Вот, и работаю с кофейнями, рисую иллюстрации для кофеи. А сегодня мы с вами займемся, да, еще, конечно, занимаюсь портретами. Кто заходил ко мне в профиль, тот увидел. Но на этом курсе мы с вами будем рисовать не портреты, а предметную иллюстрацию маркерами. Естественно, про спиртовые маркеры и основы работы маркерами тоже мы на этом курсе поговорим. И сегодня порисуем пончик. Пончик бывает разный, главное, чтобы он был вкусный и аппетитный. Но наш сегодняшний пончик будет морской по цвету, то есть он будет такой голубоватенький. Вот его мы сегодня порисуем. Так, давайте единственное, я думаю, что может быть нам отключить комментарии, как вы считаете, или оставить. Пока они вроде нам не мешают. Вот. Ладно, давайте тогда пока их оставим и давайте с вами порисуем наш пончик. Смотрите, что обычно я говорю ребятам, которые начинают со мной рисовать маркерами. Что есть два подхода к рисованию маркерами. Можно рисовать без карандаша, можно рисовать скетч сразу ручкой, да, то есть линером или лайнером, а потом обводить этот лайнер или линер и закрашивать его спиртовыми маркерами. Есть второй подход. Мне он нравится больше. Мы сначала намечаем изображение простым карандашом и потом его рисуем маркерами. И потом уже в довершение, на завершающем этапе мы дорабатываем его лайнером. Что это нам дает? Это нам дает то, что изображение становится более реалистичным. То есть оно, ну, не настолько все обозначено в своих границах, да, не настолько равномерные границы у нас получаются, как если бы мы начинали лайнером. При этом все подходы имеют право на жизнь. То есть это совершенно дело только подхода. Ну что ж, ребята, порисуем, да, все готовы. Все, кто присоединился, уже у нас прошло 6 минут, я смотрю, так что можно начинать потихонечку рисовать. Давайте с вами возьмем лист, у меня, например, квадратный. Это 15 на 15 сантиметров, небольшой. Вы можете взять и большой, но так как у нас рисунок, в принципе, не очень такой объемный, то есть у нас один пончик, а не целый натюрморт из нескольких предметов, то вам подойдет и маленький формат. Если вы берете формат больше, то есть, например, 4, вы можете оставить место сверху или снизу и запланировать там какую-нибудь надпись, да, сделать леттеринг. Вот, мы с вами обойдемся пока без леттеринга, потому что у меня небольшой формат, и леттеринг можно будет сделать сверху, если захотите после урока дописать. Значит, сначала мы закомпонуем на листе. Очень удобно, когда лист у нас квадратный. То есть тут нам особенно компоновать не надо, мы просто отступим где-то сантиметра по 2 со всех сторон для того, чтобы здесь нарисовать наш пончик. Ребят, я буду довольно сильно давить на карандаш, а вы давите не так сильно, потому что я давлю сильно для того, чтобы вам хорошо было видно. Сами понимаете, что потом карандаш в основном весь придется стереть, то есть нам сильно карандашный такой яркий эскиз не нужен. Вот, а я буду довольно сильно давить, чтобы вам было видно. И мы с вами наметим пончик. Как вы видите, у него есть такие ярко выраженные диагональные полоски сверху вот этой поливки глазури. Поэтому мы сразу можем из конца в конец наметить диагональ, где у нас вот эти вот поливки заканчиваются. Вот где-то вот так вот. Начинаем мы строить обычно от общей формы к более мелкой. Так нам будет удобнее. То есть мы сразу начинаем вот здесь прорисовывать с этой стороны. Это нецелесообразно. Сначала мы должны разметить, где у нас располагается объект. Если он красиво расположен и нам понравится, как он закомпонован, можно его уже и рисовать. Если же мы сразу начнем прорисовывать вот этот угол, а потом окажется, что у нас пончик весь прорисован вот в этой части, то компоновка наша никуда не годится. И придется все стирать заново. Теперь мы, значит, наметив вот эти вот полосочки, давайте наметим сам пончик. Это у нас, как мы понимаем, такая окружность. Она у нас не абсолютно ровная, потому что пончики абсолютно ровными не бывают. Это уж я не знаю, кем должен быть шеф-повар, чтобы получилось абсолютно ровное тесто нашего пончика. Я вам даже больше скажу, что в природе самое красивое это именно несовершенство линий, поэтому вот эта вот красивая неровная линия границы самого пончика, в этом и есть вся красота и все искусство нашего изображения. Фудскетчинг, он такой, то есть он любит какую-то красивую несовершенную линию найти, ее, может быть, даже где-то усилить, эту линию и ей полюбоваться. Вот мы нарисовали такой кривоватый, неровный, живой совершенно пончик. То есть у нас есть вот такая вот окружность, она неровная. Постарайтесь усилить, может быть, даже в некоторых местах кривизну сторонок, чтобы было похоже на натуральный пончик. И внутри у него дырочка, да? Дальше мы с вами порисуем вот эти вот красивые подтеки. Вот, порисуем красивые подтеки на нашем пончике. Вы его видели у меня на афише. Это такие элегантные подтеки глазури цвета морской волны. Опять же, ребят, старайтесь, чтобы линия у вас была красивая, плавная и абсолютно она не должна быть ровной. У нас у всех получатся, конечно же, разные подтеки, но в этом есть их красота. Недаром мы сравним этот пончик с морем, потому что море это тоже такая стихия, да? Она у нас все всегда меняется, да? То есть то море спокойное, то волнуется, так же, как и все текучие текстуры. Одна из таких текстур – это глазурь. Ребят, всем хорошо, да? Слышно, я надеюсь, меня и всем хорошо видно, да? Так, дальше. Если что-то будет плохо, то есть, например, у нас будет плохая аудиосвязь, то, пожалуйста, намекните мне в комментариях. Я их пока не отключила. Мы с вами на связи. Так что, если что, пишите, пожалуйста, обратную связь. И давайте прорисуем вот эти вот подтеки. Чем нам удобно как раз рисовать пончики? Почему я и мои ученики очень любят их рисовать? Потому что можно сделать криво. И даже нужно сделать криво, я более того скажу. Нужно сделать криво, неровно. Нужно сделать такую живую линию. Поэтому обычно мне очень все любят рисовать такие вот не геометрически ровные объекты, например, для фудскетчинга, а именно вот такие вот живые. Можно где-то закривить, а потом сказать, ну, это же я художник, я так вижу. Мой пончик однозначно, он должен быть именно такой. И мы с вами будем абсолютно правы. Никто нам слова не скажет, что что-то не так. Потому что это все верно, да? Живая, совершенная история вот этой глазури. Вот она тут у нас стекает вниз, внутрь пончика. Это наша глазурь. Так, вот как-то так, наверное, мы ее пустим. И вот здесь вот она у нас пойдет вот сюда. То есть вот эта вот здесь полосочка будет. Теперь вот эта глазурь, она когда стекает вниз пончика, то она у нас приобретает объем. Внезапно торчит как капелька, да? То есть она должна быть такая объемная вот с этой стороны. Мы ее нарисуем выступающей за край нашего пончика. Если нам что-то совсем не понравилось, даже в нашей артистической неровности, мы тоже не боимся. Мы просто возьмем ластик, например, сотрем эту линию, возьмем ее подправим, где-то там что-то перерисуем. Ничего страшного нету. Добиваемся такого пончика. Пончика нашей мечты добиваемся сегодня. Будет очень красивый. Так как рисунок простой, то тут вот за простыми обычными рисунками скрывается такая сложность. Они должны быть очень выразительными, да? То, что чем сложнее натюрморт, тем больше там деталей, которые отвлекают глаз и привлекают. И может быть даже какие-то вещи можно нарисовать не совсем интересными, не совсем корректными, потому что есть другие какие-то объекты в натюрморте, которые наш глаз переманивают, да? Отвлекают на себя. Но если у нас объект один и простой, то мы смотрим только на него. И его, конечно же, желательно сделать идеально красивым. Но опять же, красота в моем понимании, в понимании настоящих художников, не означает абсолютно ровная. То есть вот здесь вот он у нас живой. Вот эта вот неровная такая линия глазури, которая напоминает волны океана, в этом красота вот этого вот морского пончика. Еще, конечно же, красота будет в блеске. То есть чем хороши пончики, очень обычно любят все рисовать его блестящую глазурь. То есть чем она более такая гладкая, слюдообразная, блестящая, тем он красивее, сразу становится аппетитным. Почему обычно все очень любят рисовать блестящие или отражающие свет текстуры. Как раз, кстати, такую текстуру мы с вами будем проходить на курсе. Я вас научу рисовать сложную и одновременно простую текстуру. Мы порисуем лаковые туфельки. Научимся рисовать. Очень эффектно смотрится. Обычно ребята, когда мне начинают рисовать, говорят, ну, это выглядит настолько здорово, мы, наверное, не справимся с этой задачей. И потом, когда мы заканчиваем, то есть получается, что если правильно понять схему, по которой мы эту текстуру рисуем, она рисуется довольно просто. И все сразу становятся очень довольны, очень рады, потому что такая интересная вещь, когда получается у человека такая эффектная картинка, которую сразу хочется выложить в Инстаграм, это очень здорово. Вот, ребята, я рисую вот это вот потёк. Трачу на это довольно много времени, но это важно, потому что потом мы будем набирать эту структуру маркером, заливать ее цветом, и она уже должна быть хорошо, красиво начертана, чтобы нам не перерисовывать, чтобы нам не туда не попасть с нашим маркером, чтобы все было элегантно, красиво уже у нас вот так вот распланировано. Сейчас мы еще займемся чем? Если мы нарисовали все наши подтёки, вот у нас, соответственно, подтёки нарисованы здесь вот снизу, мы немножко сделаем их объемными, да, они у нас стекают вот сюда, вот так вот чуть-чуть повнимательнее прорисуем границу их. Вот, если мы нарисовали вот здесь вот границу, то нам нужно, у нас совсем чуть-чуть, но внутри виден материал самой булочки, да, самого теста. Чуть-чуть совсем, потому что смотрим мы, ребята, на этот пончик непосредственно сверху. Когда у нас вот такой фронтальный взгляд на предмет, то мы практически не видим боковых сторон. Это на самом деле плюс. Это я вам советую, когда вы будете выбирать, например, для себя референсы и рисовать что-то вот из еды довольно сложной или из предметов довольно сложных. Представьте себе кружечку кофе, да, вы рисуете, но вы не сильны в построении объема кружечки, да, и вы боитесь, что нарисуйте ее не совсем верно. А почему бы вам не попробовать поискать референс, где вы смотрите на нее, на эту кружечку прямо сверху? И в этом случае вы избавляете себя от необходимости что-то сильно простраивать. То есть вам нужно только нарисовать объемы вот этих вот окруженностей кофе, прорисовать очень красивую пенку, и у вас получится очень эффектный рисунок. Вот вам на будущее такой небольшой, как у нас сейчас говорят, лайфхак, да, любим говорить это слово, лайфхак. Выбирайте себе референс, вид прямо сверху. Во-первых, никто же не знает, что вы не умеете строить эту чашечку кофе. Все видят, что вы выбрали такой эффектный референс, и говорят, ох, какой вы молодец, как интересно закомпоновано. А на самом деле вы просто себе упростили немножечко задачу. Теперь внутри, вот здесь, вот рисуем полосочку вот этого теста. То есть сюда у нас глазурь не дотекла, вот эта вот морская глазурь, и у нас чуть-чуть прям совсем видно тесто этого пончика. Для этого нам потребуется бежевый. И еще у нас на этом пончике элегантно разбросаны в хаотическом порядке орешки. Битые орешки мы должны с вами нарисовать. Внезапно у нас линия из плавной, да, превращается в жесткую. То есть мы рисуем такие угловатые кусочки этих орешков. Вот они у нас здесь. Вот. Ну, вообще, на самом деле, вы можете их нарисовать в любом порядке. Ну, в данном случае вы, наверное, будете повторять за мной и рисовать в тех же приблизительных местах, как и я. Это такие у нас, можно сказать, угловатые формы. Квадраты, тетраэдры. Сложно, да, сейчас сказала? Но, в общем, битые орешки, они у нас как раз геометрических форм. Ну, конечно, не по линейке мы их рисуем, но, тем не менее, это формы такие острые. Битые, голодые формы орешков. Мы их прямо сверху сейчас с вами расположим, что-то лишнее вокруг них сотрем. Рисовать их, кстати, крайне просто. Это у нас будут просто битые вот такие кусочки орешков. Такие вот формы. Не забывайте, что у каждого орешка есть какая-то толщинка сбоку. То есть рисуем какой-то основной тетраэдр и сбоку толщинку. Основной и сбоку давайте мы прорисуем толщинку. Потому что она у нас потом будет более темная, немножко другого цвета, чтобы он действительно был похож на кусочек колотого орешка. потому что чем вкуснее будет наш пончик, тем лучше, тем оно лучше. Тем больше людей, увидев его у вас в профиле, захотят его скорее скушать и приготовить такой же. Ну вот достаточно, я думаю. Столько орешков достаточно. Все, ребята, это на самом деле все. Вот такой вот простой достаточно рисунок. Что мы делаем дальше? Если вы так же сильно, как и я, намечаете карандашом, то есть я намечаю так, чтобы вам было видно, то есть такая замечательная вещь. Вот эта вот клячка, да, знаете, наверное. Мягкий ластик, похожий на пластилин. У меня дети очень любят, говорят, мама, это же пластилин. Дай нам, пожалуйста, его в руки поиграть. Вот этим вот пластилином можно ослабить линии карандаша для того, чтобы они у нас не бились слишком вперед. Например, когда мы будем что-то светлое рисовать, да, светлыми цветами, то карандашная линия, она у нас вылезет на первый план, она будет нам мешать. Поэтому мы их можем ослабить. Я сильно не ослабляю, потому что, чтобы вам было видно хорошо. Теперь мы возьмем с вами средний бирюзовый, лучше, конечно, бирюзовый, и будем с вами начинать со среднего тона, тенью потом утемним во второй заход. И будем со среднего тона начинать работать над вот этими вот подтеками красивейшими, заливать их. Практически полностью они у нас темные, можно их практически полностью залить. аккуратненько, тонким наконечником маркера, да. У меня... Что-то как-то темновато стало, мне кажется, нет? Почему-то, мне кажется. Вот, у меня этот наконечник кисть. Если у вас есть наконечник типа пуля, да, то есть это неподвижный наконечник, то, пожалуйста, используйте пулю. Нам это вполне подойдет. Главное быть аккуратным. Работайте, пожалуйста, когда мы закрашиваем какой-то объект, чем профессионал отличается от новичка. На самом деле, не так уж и многим, помимо того, что мы просто гораздо дольше рисуем, да, старайтесь работать по форме. То есть у вас подтек идет вот по диагонали, да, допустим, слева-направо. Кладите мазки, пожалуйста, по форме. Не думайте, что никакой разницы нет. На самом деле, разница в том, как вы кладете мазок, колоссально. То есть, с одной стороны, кажется, что вроде бы они все просто плотно заштриховывают поверхность. Это не так. Маркер, он всегда полупрозрачно ложится на бумагу. Всегда полупрозрачно. Поэтому в какой-то степени одним из важнейших его свойств является, как мы кладем мазок. Потому что накладываясь друг на друга, все равно мы видим фактуру формы. Эти мазки накладываются друг на друга, и немножечко видны одни из-под других. Очень важно, чтобы мы клали эти мазочки по форме наших подтеков. Тогда они будут выглядеть реалистично. Ну и старайтесь сделать это аккуратненько, потому что это у нас, наверное, одни из самых тонких мест, вот эти вот мазочки. Вот мы сейчас их и начнем прорабатывать. А потом мы сделаем им тени и утемним в некоторых местах. Более темным синим. Я работаю наконечником кисть. Ребят, я работаю маркерами фирмы Fine Color, потому что я являюсь амбассадором этой фирмы в России. Мне эти маркеры очень нравятся. Они профессиональные маркеры для рисования. При этом по цене они очень демократичны, что мне, конечно же, очень нравится. И не только мне, моим ученикам тоже. Когда они просят меня посоветовать что-то купить себе на первое время, то им, конечно же, приятно нравится цена. Но вы можете рисовать любыми маркерами, которые у вас имеются. Главное, чтобы цвета были похожи. Тоже не обязательно рисовать один в один. Абсолютно. Я всегда говорю ребятам, чтобы они расслабились и не старались делать так же, как у меня. Дело в том, что зачастую качество рисунка не зависит от того, насколько мы правильно подобрали цвет. А зависит от того, насколько правильно мы его накладываем один на другой. Даже если, например, у вас нет голубых, ну, в конце концов, бывает такое, вы взяли красные, а вот так вот. У вас получился не морской пончик, а у вас получился огненно-красный пролетарский пончик. Ничего в этом плохого нет. Главное, чтобы вы взяли тоже светлый, средний и темный тон, и у вас все получится так, как надо. Теперь давайте смотреть внимательно. Мы возьмем вот такой вот темный синий и начнем добавлять теневые места. Сюда у нас пойдут теневые места. Тень должна отделить нижнюю часть. Вот смотрите, как я сейчас делаю. Нижнюю часть вот этой глазури, то есть та часть, которая на столе растеклась, ну, скажем так, конечно же, повар не прямо на стол положил свой пончик и сверху залил на глазурью. Естественно, на какую-то, наверное, красивую тарелку. Вот, но мы должны теневой частью вот этой выделить нижнюю часть от верхней. Затем мы должны тень положить на боковые части наших вот этих вот глазурек. Потому что вот эти вот сами подтеки, они объемные, они густые, не настолько жидкие, чтобы растечься полностью. У них есть толщинка. И мы на них положим вот такой объемчик. Смотрите внимательно. Теперь мы берем снова средний тон, вот этот вот, и растираем темный средним так, чтобы у нас переход был плавным. Вот, смотрите, что я делаю. У меня переход получается плавный. Когда мы просто кладем темную тень, он у нас жесткий. Жесткие тени тоже периодически бывают очень даже нужны на многих видах текстур, но не на этой. Эта текстура глазури, она у нас плавно переходит одна в другую. Вот. Тут ничего страшного нет, если, например, вот у меня где-то за границей моего карандашного рисунка уже вытек маркер. Ничего абсолютно страшного в этом нету. Ни я это ничего страшного не вижу, ни вы не видите ничего страшного, потому что у нас еще будет финализация линером. Это очень удобная вещь. Черным и белым, да. И мы потом аккуратненько эти линии подправим. Сейчас я рисую такие же теневые стороны на остальных полосочках глазури. Вот так вот. И сейчас просто чудеса у нас начнут происходить с этой глазурью, когда вдруг станет глазурь объемной. То есть она до этого была просто себе такие красивые, красивые формы, подтеки элегантные. А потом мы добавили ей тени и получилось, хоп, объемная совершенно, блестящая такая вот глазурь. Такое чувство, как будто бы мы немножечко добавили магии, да, в наше с вами действие. Так, вот, ну, до конца доведем их и делаем плавный переход, возвращаясь к среднему тону, да. Введем снова средний тон и делаем переход более плавным. Вот эта часть у нас полностью будет в тени, полностью темная, потому что она начинает спускаться внутрь. То есть тут у нас пончик заворачивается, вот в эту вот дырочку замечательную заворачивается, и мы тут его вводим в тень. А вот здесь, вот здесь вот он у нас на свету, и у него серединка объемная и светлая, глянцево блестит у этого подтека. Здесь тоже он полностью уходит у нас в тень, в отворот, а серединка у него объемная и светлая. Сам пончик у нас будет более светлый, мы сейчас будем после этих подтеков рисовать уже и пончик сам, саму текстуру нашей глазури на пончике. Вот так вот мы нарисуем подтеки. Еще, ребята, что важно, когда рисуешь маркерами, очень сложно остановиться. Рисовать и накладывать слой на слой маркером можно практически бесконечно. Ну и в большей части случаев это правильно. То есть можно, конечно, запортить иногда свой рисунок, когда накладываешь один слой на другой, он становится темнее и темнее, пропадает легкость, прозрачность, это, конечно, не очень хорошо. Но если у нас есть вот такая вот интересная фактура, глянцевая, и мы просто работаем над ней долго, то есть мы работаем над ней, сначала 5 минут мы закрашиваем, потом мы где-то еще добавляем теней, потом мы добавляем немножечко другой тон, серый, например, на этот голубой, таким образом мы не испортим рисунок, мы только придадим ему реалистичность. Тут единственный вопрос в том, работаете ли вы в технике реализма, любите ли вы вообще такое направление или нет, потому что более условные цвета, некоторые любят очень яркие скетчи, отличаются они от реалистичных тем, что они сочнее в основном, сочнее и не такие натуралистичные, натуралистичные рисунки, в них много серых тонов, в них цвет смешивается с цветом, в них много практически бесцветных мест, потому что на свету у нас даже самые яркие цвета имеют тенденцию обесцвечиваться. В этой ситуации, конечно, если вы за реализм, то правильнее будет сделать такой, не настолько яркий и аппетитный рисунок, а более реалистичный. Если вы работаете не в реалистичной манере, то тогда можете позволить себе яркие цвета, но обязательно не забывайте все равно про тень и свет, то есть более темным тоном тени обязательно надо проработать, иначе просто рисунок будет, опять же, не объемным, а соответственно и не аппетитным, скучным, без бликов, просто недоработанным. Сейчас я темным тоном, опять-таки, выделила ту поверхность вот этой глазури, которая капнула на стол, но не все, частично вот к концу я оставила средний вот этот тон и сделала переход средним тоном. Теперь, ребята, прорабатываем сам наш океанический пончик. Мы возьмем, возьмем самый светлый и средний тона, вот эти вот два, самый светлый и средний, и мы с вами будем рисовать глазурь на пончике. Давайте определимся сразу. Я не прорисовываю карандашом место, где будет блик. Я сейчас его просто вам намечу, вот здесь вот с верхней части у нас будет блик, то есть то место, которое остается совершенно белым. Мы его не трогаем маркерами вообще. И это очень важно. Иначе, если мы не сделаем на нашей поверхности пончика блик, то он перестанет быть аппетитным, перестанет быть самим собой, да, пончиком. Возьмем теперь, я тоже работаю тонким наконечником, брашиком, вы можете работать пулей, но, в принципе, здесь можно поработать даже и наконечником долото. И мы обрисовываем этот блик, наш вот этот блик, сияющую часть нашей глазури. Она у нас нежно-голубая, отделяется по тону, вот от этой вот глазури, которая сверху накапана, глазурь с самой поверхности пончика отделяется, потому что она у нас более такая нежная, более нежно-голубая. И я формирую сверху вот этот вот блик. Я его не заштриховываю, я его оставляю белым. Я не набираю его маркером, а сбоку, от края блика и до края пончика, я всю поверхность набираю нежно-бирюзовым маркером. Причем стараюсь я набирать по форме. Помните, да, я вам говорила про то, что не забывайте работать по форме предмета. Мы работаем обязательно по форме. Кладем мазки по форме нашего пончика. Вот он. Отсюда сюда по кругу мы и кладем наши мазочки. Опять же, ребята, абсолютно так же, как у меня, у вас не должно быть. То есть у вас блик может немножко по-другому лежать, потому что вы немножко по-другому сделали форму пончика. В другом месте у вас появился вот этот вот подтек. Он по-другому нарисовали. Ничего страшного в этом нет. Просто он у вас слегка получается иной, чем у меня. Абсолютно не страшно. Главное, основное, что нужно нам сделать, это показать в нем так же цвет, да, такой же должен быть, тени, блик. Все должно быть на своих местах. То есть все должно присутствовать. А может быть оно там присутствует немножечко на 2 мм правее, левее. Это совершенно не принципиально. Ну, совершенно. У нас у всех немножко разные, естественно, рисунки. Сначала мы просто можем грубо набрать вот этот вот блик. А потом его границы, немножко мы над ними поработаем, чтобы был живым. Наш блик, наш пончик. Вот смотрите, вот это вот у нас такой кругленький блик. Как месяц он у нас будет заканчиваться. Бликует обычно свет, да, то есть вот у нас вся ситуация происходит явно на кухне. Какого-то, наверное, ресторана десертного, да, какой-то там кондитерской, например, в центре города. И через окна попадает свет. Соответственно, когда мы смотрим на наш пончик, то этот цвет от окон бликует на его глазури, на его поверхности. Вот таким вот образом отражается свет из окна. Вот так вот мы набираем сам пончик. Следите за мной, аккуратно набирайте, чтобы просто не перепутать места, где у нас остается белым блик, где у нас начинается тесто, где у нас вообще стол. Не заехать на орешек. Ну, а остальные, остальные потеки мы уже наметили, так что тут ничего мы паховое уже не сделаем, потому что потеки мы уже нарисовали. Вот, продолжаем работать над бликом и самим пончиком. Работаем по форме. Работаем тоненьким наконечником. Вот. Но если у вас довольно большой по объему получился пончик, то, в принципе, вы можете работать не обязательно тонким. Можете взять наконечник долото. Если вам удобнее заштриховывать, набирать долото, вот так вот набирать тон, то, пожалуйста, можете работать не пером, а долото. Теперь смотрите, что делаем. Когда я набираю в первый раз поверхность пончика, я не сильно давлю на маркер. Маркер у меня ложится легко. Теперь я начинаю потихоньку утемнять те места, которые уходят в тень. То есть у нас поверхность круглая. Вот здесь вот она начинает погружаться в тень. С этого края тоже она погружается в тень. Мы этим же цветом пока можем тем же наконечником. Можем перейти на долото. Этим же цветом мы продолжаем работать. Над пончиком, делая его более реалистичным, прорабатывая тень, уход в тень. Кроме того, небольшие, более теневые участки мы оставим с одной из сторон наших потеков. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть наш вот этот потек имеет некий объем, он возвышается над основной частью пончика. Соответственно, он отбрасывает тень. Неизбежно все предметы, которые имеют какой-то объем, они отбрасывают тени. Поэтому мы должны эти тени положить вот сюда, на наш пончик. И работаем дальше. Когда у нас маркер просохнет и станет светлее, будет понятно, что на самом деле он не сильно темнее стал в тех местах, где я вторым слоем прокрыла тоже светлым. Но тем не менее, все равно этот тон будет отличаться. И это важно. На самом деле, для реалистичного, аппетитного, красивого изображения все нюансы важны. Так что давайте мы не будем пренебрегать длительностью работы одним, одним тоном, одним цветом маркера на изображение. Даже уже вот сейчас, когда я прокрыла второй раз в тенях, уже он стал более реалистичным, более объемным. И с каждым мгновением он у нас будет все больше и больше похож на наш вот этот вот замечательный океанический пончик. Вот так вот. Продолжаем работать, получать удовольствие. Я, например, когда у меня предмет становится уже более объемным, я начинаю получать удовольствие от рисования. То есть, когда у меня пока еще какая-то непонятная такая форма с непонятным цветом, с непонятным объемом. Да, вроде как мне нравится, я рисую, но настоящее удовольствие начинаю получать, когда уже все начинает получаться. И ты чувствуешь, что вот оно, вот оно пошло. Вот тут вот начинается самый интерес для художника-скетчера. Тут уже хочется чего-то где-то добавить, главное тут не испортить. Вот у нас пошел объем с краев. Вот так вот. Нужно взять теперь более тонкий наконечник и тени, где надо еще раз подрисовать от наших вот этих вот глазурных подтеков. Глазурных. Вот такое слово придумалось. Глазурные подтеки. Так, ребят, всем все хорошо слышно, видно, да? Все в порядке у нас в эфире? Намекните, все ли у вас хорошо. Теперь возьмем, давайте, более темный тон и чуть-чуть все-таки добавим в теня более темного тона. Вот у нас вот такой вот средний бирюзовый. Это вообще один из моих любимейших цветов среди моих маркеров Fine Color, потому что он, ну, просто чудесный. Вы сами видите, какой он чудесный. Сразу хочется ехать отдыхать куда-то, когда смотришь на этот цвет. Я его добавляю вот здесь, вот сверху в тенях, над этим вот дырочкой, бубликом. И снизу, по краю нашего пончика тоже я немножечко добавлю вот этого среднего. Еще раз проработаю тени. Работаю по форме. Вот так вот у меня получается. Видите, какой получается уже объемный. Какой хороший, красивый, объемный у нас десерт получился. И уже он блестит. Мы сейчас проработаем немножечко еще светлую границу. Сейчас мы взглянем еще более трезвым взглядом, увидим какие-то наши недостаточки и проработаем границу блика. И будет у нас все вообще замечательно. Так, вот возьмем снова самый светлый. Открываем наконечник кисти, если он у вас есть. И давайте добавим легких мазков, уходящих, скажем так, в бесконечность. То есть мы берем и отпускаем мазок. Начинаем и отпускаем. И таким образом у нас мазок получается очень легкий. Мы не сильно давим на маркер, а его отпускаем. И граница у нас получится легкая. Вот такая вот легкая, переходящая в цвет, ну так нежно-нежно. То есть мы слегка доработаем границу этого блика, чтобы он был более реалистичным. Пока оставим теперь его просыхать. И давайте поработаем над внутренней частью теста у нас внутри. Так, возьмем мы с вами... Так, вот это вот он, да, по-моему. А вот это у нас вот этот вот. Да, давайте возьмем вот этот вот средний бежевенький и проработаем тесто, которое у нас слегка вот здесь вот видно в центре пончика. Вот так. Вот смотрите, вот здесь вот у нас проработано тесто. Сразу становится понятно, ну да, все, действительно, это этот пончик. Все хорошо, он просто... просто синий. Просто синий-голубый, но на самом деле это пончик, все в порядке. Потому что если бы мы этого не добавили, то, возможно, кто-то посмутился и сказал, что что-то это даже на пончик не похоже. Теперь возьмем самый светлый телесный и немножечко поработаем над колотыми орешками. Чуть-чуть. Там, где у нас светлая часть орешков видна, вот здесь вот у нас светлая, мы прорисуем, не зарисовывая полностью все, отпуская немножко в белое, прорисуем вот эти вот бежевые, нежные, телесные части колотых орешков. Вот. Вот я, видите, где делаю. Вы можете просто повторять за мной. Те места, в которых я работаю, и вы тоже добавляйте. Вот здесь краешку, он практически не виден. И остальные их части, они у нас темно-коричневые. Темно-коричневые, потому что там была снята шкурка. Мы возьмем темно-коричневый и тоже не полностью все прорисуем, а ставим место немножечко для бежевого. Обозначим темно-коричневым место, где была шкурка у этих орешков. Вот, колотые орешки. Они у нас для вкуса и для красоты добавляются. Да, на пончики, я так полагаю. Потому что их совсем немного, но они у нас оттеняют основной цвет. И без них было бы все, конечно, очень скучно. Это вот тоже один из законов жанра, да, когда мы рисуем все в одном практически тоне, это тоже не есть хорошо. Но, вернее, как это может быть хорошо, если есть еще какой-то дополнительный цвет, который оттенит, вот про этот, я еще забыла про этот кусочек, который оттенит наш этот превалирующий цвет. Превалирующий, это значит тот цвет, который у нас больше. И вот классическое сочетание есть. Вот такой вот цвет морской волны отлично подходит к коричневым и бежевым цветам. Даже есть такие цветовые выкраски. Теперь беру вот этот вот я бежевый и дорисовываю бежевым. Вот эти вот наши дорисовываю бежевым шкурки. То есть спираем сверху на коричневый, кладу на эту границу и смешиваю. Втираем. То есть у нас она не полностью коричневая, она у нас какая-то такая более сложная. Мы это покажем сочетанием вот этих вот цветов. Есть выкраски в одежде. У стилистов бывают такие всегда выкраски цвета. Очень удачное сочетание цветов, которые всегда рекомендуют использовать вместе в одежде. Если у вас бежевое пальто, к нему отлично подойдет, например, внизу, если будет голубое такое платье или платье цвета морской волны. Это классическое сочетание. Оно очень красиво смотрится. Вот смотрите, как у нас сразу по-другому играть начинает изображение. Тогда мы используем дополнительный вот такой цвет. Он один оттеняет другой. Классическое сочетание. Теперь я беру снова вот этот же бежевый цвет и дополнительно кладу его в то место, где у нас видно тесто на нашем пончике. Дополнительно его сейчас положу. И опять же немножечко дополнительно прорисую границы наших орешков. Чуть-чуть утемню те места, которые мы рисовали телесным бежевым. Чуть-чуть совсем. Добавлю вот таких вот точечек местами, полосочек на границе, чтобы у нас орешки были более живыми. Отработаю их поверхность. Отработаю их поверхность и фактуру. Что значит отработать фактуру и поверхность? Можно просто закрасить предмет. Мы просто закрашиваем его. Это одно. Это замечательно. Это относится к 99% всех предметов вообще на земле, когда мы закрашиваем их цветом. Но у предмета помимо цвета есть еще и фактура. То есть материал может быть глянцевый, шероховатый. Материал может быть как металл, гладкий и блестящий. Может быть мягкий, как шерсть, как шарфик. И это фактура. Фактуру игнорировать нельзя. Фактуру тоже нужно доработать и отработать. Поэтому обязательно нужно где-то потыкать точечками, если шероховатая фактура. Где-то гладко его отрисовать с бликом, если она такая, как у нашего пончика. Отработать фактуру. Теперь мы берем два серых. Нам нужны светленькие серые. То есть будет средний серый вот такой вот. У меня есть средний серый. И совсем светленький серый. Берем тоже наконечник кисть и давайте дорисуем этому пончику тени. Без теней он тоже существовать не может. На поверхности стола он лежит. На поверхности белого стола. Ну, я так думаю, что это, наверное, не стол. У нас, например, может какая-то доска такая белая в кондитерской. Судя по референсу, с которого я рисовала, это какая-то, ну, даже не тарелка, а именно доска, на которую выкладываются эти пончики и они сверху там. Или, может, какая-то картонная подложка. И сверху еще дополнительно вот этими вот замечательными каплями дорабатываются глазури. И посыпается орешками. И вот она у нас белая. Соответственно, тень на ней будет какого цвета? Серого. Рисуем вместе со мной эту тень со всех сторон. Вот здесь вот у нас, возле глазури, вот здесь, возле пончика. Вот с этой стороны тоже, конечно, не помешает добавить тени. И вот здесь вот тоже глазурь слегка отбрасывает тень. Так, ребята, очень хорошо. Мы нарисовали средний серый, да, использовали средний серый, нарисовали тень. У нас пончик сразу отклеился от поверхности листа. Представляете, какая красота у нас произошла и какая-то уже, опять же, магия. Что у нас пончик был прилеплен жестко, а теперь мы его от поверхности листа отклеили. Теперь берем светлый серенький и, втирая прямо в средний, дорабатываем тени. Вот. Дорабатываем тени вот таким вот образом. Вот так вот. Так, смотрите, ребята, у нас тень стала более живой. Она у нас получила развитие в пространстве. То есть она не только у нас начинается, да, там, где самая темная тень, обычно бывает у самой границы предмета. Там тень сгущается, да, там она начинается. А развитие она приобретает, когда переходит в поверхность белого стола. И канарировать это развитие неправильно, потому что он у нас будет тогда не похож на настоящий пончик и не похож на настоящую тень. Вот. А мы эту тень давайте нарисуем в развитии. И у нас тогда все получится правильно. Сам орешек вот этот тоже можно немножечко утопить в тени. Более того, я вам скажу, что мы можем даже вот эту вот серединку пончика тоже еще раз пройтись прям по нему светло-серой тенью. Вот, смотрите, прямо вот здесь по краешку я еще раз прохожусь по этому пончику вместе с его тестовой частью, да, вместе с его морской частью. Сверху прохожусь серым маркером. Чем хороши маркеры, ребят? Тем, что они смешиваются друг с другом. То есть цвета могут накладываться друг на друга и давать третий тон. Поэтому, когда мы добавляем серый сверху, например, голубого, то мы получаем совершенно новый третий тон сложный, который у нас помогает выделить объем всего вот этого вот нашего рисунка и предмета. Также мы можем положить немножечко этих теней под орешки, потому что они сильно выступают все-таки, они у нас такие объемные. И мы сбоку кладем под орешки тоже такие светлые тени. Единственное, в чем момент важный, когда мы работаем с спиртовыми маркерами, когда маркер высыхает, он светлеет. То есть сейчас нам кажется, что мы достаточно темную сделали тень, но возможно, что через пять минут он немножечко высохнет, станет светлее и нам нужно будет еще добавить вот этих вот тенюшек, например, здесь или здесь. Так что это не страшно, это совершенно нормально, мы потом их добавим. Добавлять можно хоть даже на следующий день, это совершенно не принципиально. И вот когда мы уже доработали весь рисунок и он нам нравится, вот именно в последний момент, если нужно, может быть вам уже он нравится достаточно в таком виде, он уже объемный, красивый, вот его можно прямо потрогать. Но если вам хочется что-то подправить или усилить какие-то места и доработать, мы можем взять линер и только тут я вам рекомендую уже работать линером. То есть у нас работа тогда получается реалистичная, мы можем вообще его не добавлять и этим линером мы не обводим все-все-все-все-все-все-все. А мы работаем в тенях, в узловых местах, там где у нас объем пончика отделяется от объема стола. Там где у нас вот эта вот часть глазури растекается по столу с теневой стороны и нам хочется добавить здесь каких-то узловых таких моментов, немножечко уточнить эту границу, которая смазалась в тени. Вот тут вот мы и добавляем как раз линера. Но не везде и не всегда, только в каких-то вот узловых местах. И таким образом мы оставляем наш рисунок реалистичным. Если мы сделаем ему полностью обводку линером, то тут уже ничего не исправишь, то есть он очень яркий, очень интенсивный и линия со всех сторон обведенная будет однообразной. Она нам не даст такой реалистичности этого пончика, как если мы работаем линером потом, сверху. Старайтесь работать линером живой линии, то есть мы эту линию отпускаем, делаем сначала тонкий такой вот нажим. Да, то есть она у нас сначала идет такая жирненькая, потом мы ее отпускаем, эту линию, и она у нас становится живой. Живая линия, она на самом деле правильнее смотрится на рисунках, чем если мы равномерно будем нажимать на линер, и у нас везде будет одинаковая линия. Тогда она будет заканчиваться, как будто бы она обрывается. Вот так вот сделали, вот. А если мы нажали, а потом отпустили, то линия заканчивается очень реалистично, вот вам покажу, так, как будто бы она в пространство втекает. Так что старайтесь всегда работать живой линией. Я бы даже сказала вот что, когда я разговариваю с учениками, я обычно называю это выжимаем из материала максимум. То есть у вас есть материал, у вас есть ручка, линер, что угодно. И он должен послужить вам по максимуму. Зачем нам однообразная линия, когда мы этим линером можем сделать еще дополнительный объем, когда мы этим линером можем дополнительно подчеркнуть тень, уточнить границу предмета. Пускай каждый материал, который вы берете в руки, служит вам на все 100%, отрабатывает стоимость свою. Вот, можно и так сказать. Вот, и теперь мы с вами заканчиваем. У нас как раз осталось-то уже, наверное, минут 5 до того, как эфир завершится. И мы успели нарисовать наш океанический пончик. Все успели со мной, да? Мы немножечко этим линером поработаем. Можно еще добавить точечек, например, вот на наши орешки. Опять же, как я говорила, отработать фактуру материала, вот эту вот шероховатость орешков, там, где у них шкурка, показать. Может быть, у нас здесь какие-то рассыпаны еще кусочки орешков сверху. Может быть, здесь тоже у нас, снизу тоже рассыпаны. Пожалуйста, это вы можете дорисовать линером. И еще у нас есть белая ручка, гелевая, да? Вот ее сначала нужно расписать на любом темном месте. И ей можно поставить дополнительные тоже блики, куда надо. Или вытащить те места, которые вы немножечко случайно могли закрасить. И вот блики, очень красиво, кстати, смотрятся блики, которые дорисованы вот этой вот ручкой. Вот, например, на наших подтеках. Где-то местами могут появиться блики. Они обычно как точечки выглядят. То есть не рисуйте много, не рисуйте сильно. Достаточно нескольких точечек добавить. Если вам не нравится, на каком месте эта точка у вас расположилась, эту ручку можно запросто ногтем снять, и будет совершенно ее не видно. Если все устраивает, то, пожалуйста, добавляйте бликов на самые такие бликующие места таких глянцевых объектов, да? То есть тех, которые блестят, которые отражают свет, можно добавить вот такие вот блики. На орешки где-то местами можно тоже добавить блики. Подправить структуру, да, этого орешка. Добавить точечек фактурных. Добавить блики на наши вот подтеки. Вот, пожалуйста, вот сюда тоже можно добавить бликов. Поработайте белой ручкой. Некоторым очень нравится работать белой ручкой, они прям много добавляют ее. Некоторые как-то опасаются, добавляют ее по минимуму. В любом случае, как бы вы ни добавляли ваши блики, в любом случае, наверное, это уместно в данном изображении. То есть я люблю поработать с белой ручкой и финализировать изображение такими вот бликами. Мне кажется, что это уместно очень. Вот так вот мы порисовали, поработали над нашим пончиком. В принципе, практически уже добавить нечего к нему. Ну, если единственный такой момент, что вы увидели, что ваши маркеры при высыхании немножечко цвет потеряли, да, и вам нужно добавить темноты где-то в тенях, как я уже говорила, то сверху можете еще раз пройтись. Во-первых, при наложении одного тона самого на себя маркер становится темнее, да, спиртовой. До какой-то степени он набирает тон. Поэтому можете тем же цветом еще раз поработать. Во-вторых, у вас есть всегда второй тон. То есть у нас вот серенький есть самый светлый, которым я сейчас работаю, а есть еще средний серенький. Тоже можно положить его в некоторых местах, где он нужен, этот средний серенький. Вот. Я надеюсь, что у вас у всех сегодня тоже все получилось. Вам ваш пончик понравился. Он у нас был не очень сложный. Такой приятный рисунок, мне кажется. Приятный скетч, фудскетч. Аппетитный, красивый, такой морской. Сразу захотелось на море. Можно его выложить красиво. И можно добавить, если есть желание, сверху потом какую-то надпись. То есть вот сюда, например, небольшую надпись. Вот сюда можно добавить леттеринг. Если вы заранее оставили место для леттеринга, например, сверху у вас был четвертый рис, то, пожалуйста, добавляйте тогда сверху. Вот. Таким образом мы с вами поработали над нашим пончиком. И закончили этот скетч. Единственное, вот еще я тяни немножко вот этот вот. Вот еще. Все. Надеюсь, что вам очень понравилось сегодня рисовать с нами. И надеюсь, что вы все попробуете пройти мой курс, посвященный Тиффани. Вам будет интересно, вам все понравится. Я вас на этом курсе очень жду. Рада была с вами познакомиться. Рада буду рассказать вам что-нибудь интересное про маркеры, порисовать разные фактуры, построить с вами простейшие объемы, так, чтобы вам стало понятно что-то, что, может быть, вы не знали. Потому что довольно объемный курс художественной школы. Знают те, кто проходил художественную школу, которая там где-то лет 6 у нас в среднем. Можно ее, скажем так, отжать хорошенько. И самое основное из нее попытаться уложить в несколько уроков довольно плотных информационных уроков, что, собственно, я и постаралась сделать на этом курсе. Поэтому, ребята, всех приглашаю на свой курс по Тиффани. Приходите, пожалуйста, принимайте участие, проходите эти уроки и наслаждайтесь обучением и спиртовыми маркерами. Это чудесный материал. Я просто в восторге всегда от этого материала. И всегда стараюсь заразить этим восторгом своих учеников. Но это очень легко сделать, потому что, мне кажется, то удобство, ту яркость, которую дают спиртовые маркеры, трудно чем-то заменить. Конечно, сейчас и акварель бывает очень хорошая, достойная. Но это все-таки другая техника. И те люди, которые влюбились один раз в маркеры спиртовые, они уже потом не могут просто так вернуться к другим техникам. Они обязательно либо рисуют и тем, и тем, либо остаются с маркерами навсегда. Поэтому, ребята, всем рекомендую рисовать маркерами, приходить на мой курс. Очень рада была с вами порисовать. Выкладывайте, пожалуйста, тоже свои пончики. Отмечайте нашу школу, отмечайте меня. Всем пока. До встречи на курсе. Пока-пока.